Наши матрёшечки. У меня сегодня очень необычный день. Я как-то вообще не понимаю, как красить свои глаза. Закрываем глаз. Привет, друзья! Приветствую вас из солнечной Анталии. Вы на канале Мама на море. С вами Ника. Сегодня у нас будет необычное видео для моего канала. У меня сегодня очень необычный день. Я еду на классное мероприятие. Высокостатусное, что ли? В общем, очень волнуюсь. Прикупила себе новый наряд, новые украшения. И сегодня я буду делать макияж, укладку в турецком салоне, но там работает русская девушка. Давно я такого не делала, если честно. Леток, наверное, на свадьбу в последний раз делала я макияж профессиональный. Поэтому очень волнуюсь. Прикупила себе вчера шапочку на ярмарке. Ну, в общем, просто сегодня я хочу с вами так вот погулять, показать этот день. И знаю, что в итоге выйдет. Если вам понравятся такие прогулки со мной, будет большая реакция, буду это делать чаще. Сейчас я иду на автобус. На автобус иду, потому что у нас есть машина в Турции. Но муж в это время, пока я там буду везде ходить развлекаться, он будет, конечно же, с дочкой. Вот, поэтому я иду на автобус. Доеду на автобусе до салона красоты. Там, соответственно, соберусь и поеду уже к подругам, а потом на мероприятия уже на такси. Такси сейчас в Анталии. Это дорогое удовольствие, потому что бензин, как вы знаете, вырос в четыре раза. И по сравнению с октябрем. Поэтому это сказалось, конечно, на цене такси. Так, вот она остановка. Я нахожусь сейчас на нашем парке матрешек. Наверное, пойду себе куплю в дорогу очень вкусный коктейль. И буду его пить, потому что ехать мне целый час. Вы знаете, что Анталия, она, не буду врать, не помню, но в какой-то там список, какой-то рекорд Гиннеса она занимает. Ну, не Гиннеса, короче, какой-то она рекордсмен по длине города. И я сейчас с нашего конца одного города еду в его середину. Примерно поездка будет занимать чуть больше часа. Поэтому нужно с тобой все брать, все зарядки, все напитки и, соответственно, двигаться в автобус. Наши матрешечки, их раскрасила заново моя подруга на художник. И двух матрешечек после этого разбили опять. И будут восстанавливать. Те больших матрешек она еще не покрасила, не успела. Но вот эти уже маленькие пострадали. Я топала в кофейню кофе Дюнасы. Дюнасы это в переводе мир кофе. Прикольная марка. Я сейчас вам покажу, что там есть. Если хотите что-то привезти прикольное из Турции, заходите сюда. Там всегда есть что прикупить. Сейчас ко мне планируют приехать родители. И я обязательно их приведу сюда пить кофе. Да, здесь много всяких вкусняшек. Турецких, не турецких, всяких разных. С новой кофейной. Есть, конечно же, молото-турецкий кофе. Есть кофе с Олеб. И есть для фильтра кофе тоже помол. Естественно, при желании можно и покушать, купить всякие сладости. И я беру вот такой коктейль номер два. Это с салатолык, это огурец, лимон, есть яблоко. Здесь его прям все свежее. Автобус KL08 это самый длинный маршрут в Анталии. Он идет с одного конца на другой. Можно через весь город проехать только на этом маршруте и доехать до центра. Ну что, друзья, я приехала. Это район отеля Акроборуд. Очень жарко было в автобусе. Почему-то он не работал кондиционер, были открыты окна. Я так вспотела. Как я буду наряжаться на праздник в другую одежду, это, конечно, большой вопрос. Именно в этом районе находится салон красоты, куда я собралась. Девушка ознакомилась я еще на нетворкинге. Она работает в турецком салоне, и я предложила ей вместе посотрудничать, да, то есть она мне делает макияж, а я рассказываю в инстаграме о том, что есть такая замечательная девушка, про ее цены, про ее услуги. То есть такая обычная коллаборация с визажистом. Визажист она очень крутой, и мне интересно, что она сделает, потому что после того, как я сделала блюферопластику, если вы не знали, то я как-то вообще не понимаю, как красить свои глаза, потому что у меня было новейшее веко, теперь его нет. Я попросила ее сделать такие красивые стрелки, в общем, будет такое, надеюсь, преображение до-после, потому что я сегодня вот, видите, и не накрашенная, и голова у меня не особо бытая, поэтому я думаю, что интересно будет. Вместе поработаем, я думаю, будет прекрасный творческий тандем, она сама по себе очень красивая. Так, вот так выглядит парикмахерская в Турции, все дорого-богато, они так любят. Так, вот мы раскладываем красоту, красоты очень много, очень разный, разнообразный. Денис, здравствуй. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, сколько ты живешь в Турции и вообще чем ты тут занимаешься? Живу я тут 8 лет, 3 года в Антарии, занимаюсь лизажем, обучалась у Ольги Томиной, обучалась в школе Гуара Витсян, у Максима Гилева брала индивидуальные курсы. Вот, вот так вот. Отлично. Что мы будем сегодня делать? Мы будем делать шикарный макияж, шикарный тайн. Отлично. Сегодня мы идем с девочками на открытие, на открытие, на включение премии лучшим отелем кода, там будет 70 номинантов, quality management отель. Поэтому, ради такого мероприятия стоило прийти к лизажисту, я считаю. Проблема будет в том, точнее, она уже решена, но она была в том, что black tie, там стиль должен быть, одежды, точнее, дресс-код, то есть это какие-то мужчины в смокингах, женщины в черном платье, прикрывающих колени. Да, ну или длинные, но так как у меня таких вещей нет, пришлось что-то купить. Сколько у тебя стоит пакияж и вообще, какова это по Анталии цена? Дорого, средняя, как это? Расскажи. Пакияж у меня стоит 500 лир. Мне кажется, это средняя цена по Анталии, в основном такая заново варьируется. То есть, невеста были и индуцы, и англичане, и разные народы, разные страны. Очень интересно работать с ними. Где ты берешь таких разных? Инстаграм. Инстаграм. Да, конечно, конечно. Хэштеги, любимые хэштеги. Визажист в Анталии, да? Конечно, на турецком, на английском и на русском. Вот. Супер. Брови справляют. Уже, получается, нанесли тон, да, и брови делали. Смотришь такие видео, где девушки приходят к визажистам и мучают их всякими вопросами? И видео, да. И вот занимают на YouTube. И у меня типа сегодня такое видео. На себе тоже очень здорово экспериментируешь. Да. Красота. Люблю креативить, потому что мне кажется, что это я себя показываю своему внутреннему миру, так скажу. Так, все, мы теперь будем работать с глазами. Контуринг уже сделали. Уже лицо похудело. На пару килограмм. Макияж же есть название? Макияж, Вероники. Что-то растушеванная стрелка с перемешкой со смакиясь, я думаю. Закрываем глаз. Она смотрит вниз. Смотрите, всегда работают два сотрудника. Два парикмахера. Очень часто. Ну, сколько я ходила в турецкие парикмахеры, всегда было два товарища. Один помощник, один основной парикмахер. Да? Да. Так они делают? Да, абсолютно так. Ну что, друзья, вот мой завершенный образ. Сейчас попробую снять с себя прямой, в полный рост. Посмотрим, мой наряд купленный вчера в Стравдиволюсе за 400 лир. Ну, получилось красиво. Мне нравится очень. А вам как? Мне кажется, получился такой Голливуд. Мне нравится. Сейчас уже спешу к подружке, к Насте, к ней домой. Там мы садимся вместе и едем еще одну подругу забирать. И уже едем на мероприятие. Напишите, пожалуйста, как вам образ. Конечно, очень необычный для меня. Очень торжественно. Но мне нравится. Я в нем себя очень комфортно чувствовала. Так, ну все, приехали. Пришли, точнее. Ой, как тут красиво. Просто вообще. Нарабан. У тебя записывала, Настя? Так, нас подращают нас коктейлями. Много красивых людей. И красная Виктория. Ой, ну все. Настя, Таня. Привет, привет. Всем привет. Все узнали Таню? Я смотрю, когда на Дзене, что смотрят ваши подписчики. Мои подписчики смотрят Танин канал. Что делают на таких мероприятиях? Фотографируются. Фотографируются девочки. И фотографируют фотографа. Очень сложно снимать на мероприятиях. Это главные лица этого мероприятия. Телевидение. Зал. Сюда еще нас не приглашали. Пока идет подготовка. Все это мероприятие проходит в новом отеле Харингтон. Был бывший. Теперь Мега-сарай. Вернусь к своим друзьям. Мы с нашими друзьями пошли в новый зал. Там накрыты красивые столы для нас. Пообщались. Ну, в общем, вот такое вот мероприятие. Такие веночки обязательно дарят на все праздники. Они для нас больше специфицируются с какими-то грустными праздниками, но в Турции на все праздники. Зона для фотографий. Тут такой ветер, что нас аж снесло. Чуть ли я ресницы не оторвались. Ой, какие вы красивые. Здесь такой свет сейчас шикарный вообще. Так, нам еще Коля присоединилась, главный аниматор Анталии. Владелец личности, крупного, просто невероятного. И ветер продолжает мешать нам и услождаются вечером. Коля, это лучший аниматор. Да. А, лучший. 2022 год, в этой стране, мы на амбуре, мы на амбуре. Это серия сменок, Саня. Это тоже лично. Это проколи. Я, конечно, не знаю. В общем, уже второй раз начинается дождь, и мы убегаем уже под крышу, потому что дождь начинается сильный. А за нами до сих пор идет официант с нашим чаем. В общем, такой молодец, занес нам чай, и мы теперь будем греться здесь чайком. Субтитры сделал DimaTorzok